Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. И сегодняшнее видео я посвящаю... Не Элвису. Элвис вам машет. Сейчас он будет меня отвлекать, но я постараюсь не отвлекаться. Я посвящаю аромату от компании Louis Vuitton, который есть в моей коллекции. Сразу хочу сказать, это подарок. Я его не покупала. И, честно говоря, я не знаю, купила бы я его сама. Потому что аромат противоречивый, аромат странный, аромат необычный. Но давайте все по порядку. Семь ароматов линейки Louis Vuitton. Все же, наверное, знаете. Все так или иначе как-то связаны с брендом Louis Vuitton, с кожаными нотами. Где-то слегка, где-то полунамеком, где-то очень ярко это все присутствует. Жак Кавалье, создатель, парфюмер, вообще гениальный парфюмер. Он создавал их, по-моему, 4-5 лет. Собрал самые-самые-самые такие изысканные, редкие, необычные ингредиенты для всех этих ароматов. Ароматы хорошие, ароматы очень носибельные, ароматы такие правильные, ладные. Ну, такие элитные, элитные ароматы. Не знаю насчет цены. Цена, конечно, немножечко заоблачная. Но в плане вот моего аромата, если говорить, который у меня есть в коллекции, он как бы оправдывает эту цену, на мой взгляд. Он стойкий, он очень шлейфовый. И он красив. Он очень красив. И давайте покажу. Все ароматы идут в таких картонных тубах красивых. Тут логотип Louis Vuitton. Ну, наверное, все видели, у многих блогеров. Здесь написано Louis Vuitton. Здесь как бы выбито вот так вот название аромата. И мой аромат. У меня 100 мл. 100 мл парфюма Louis Vuitton. Никогда бы не подумала, что у меня будет парфюм Louis Vuitton. Такая очень красивая крышка с логотипом Louis Vuitton. И сам аромат. Вот тут выбито очень красивый Louis Vuitton. Здесь название. Прекрасная такая золотая жидкость. Очень красивого цвета. И мой аромат. Don La Peau. Don La Peau это в коже. В переводе с французского. В коже, под кожей. В общем, аромат. Самый-самый-самый-самый-самый кожаный в этой линейке. То есть он настолько яркий. Здесь нота кожи. Что в начале, когда я только его понюхала. Мне просто показалось, что это пипец. Мне показалось, что это ужас. Как это вообще можно носить. И никогда. Ни за что. Нет-нет-нет. Попробую, может быть, для обзора. Но нет-нет-нет, не буду. Но, ребята, это чудо. Этот аромат, это просто чудо. Он у меня сначала стоял, наверное, недели три. Я вот честно не могла как бы даже заставить себя его нанести. Потому что из-под крышки. Крышка очень красивая. Она, видите, она такая как колба стилизованная. Такая аптечная, аптекарская. Старинная. Но крышка тут поднимается на магнитике. Ну, все красиво, короче. Ну, что можно было еще ожидать от Louis Vuitton. Значит, из флакона вот пахло мне... Сейчас я уже, конечно, этого не чувствую. Ну, я чувствую это, но я знаю, что это и какое будет раскрытие и так далее. Но когда я первый раз его попробовала, вдохнула из флакона, меня просто вот... Ну, вогнало это в ступор. Знаете, это просто было... Ну, кожаный портфель. Кожаный такой черный, потасканный, вонючий портфель. Ну, вот реально, это настолько яркий запах кожи, что я не представляла вообще, как это можно носить. Такая, знаете, именно кожа... Ну, Элвис, простите, он меня кусает. Элвис. Очень такая неженственная кожа, совсем. Наоборот, такая мужская, мужской такой портфель. Такой вот. Ну, не знаю. Ну, пришло время, да, но мне захотелось его, конечно же, поносить. Мне захотелось попробовать. У меня был очень большой интерес, как же это будет на моей коже раскрываться. В составе актива аромата присутствует, конечно, нота кожи, фирменная, фирменная вот эта отдушка луи-витоновской кожи, их чемоданов, сумок и так далее, так далее, так далее. Вот здесь она присутствует, вообще ярчайшая, ярчайшая. Также здесь присутствует Магнолия из Китая, а потом Жасмин из Грасса, Жасмин из Грасса, Нарцисс и Абрикос. И Мускус. Я посмотрела пирамиду, потому что, ну, такая интрига, знаете, надо было посмотреть вообще, что это такое. Было прохладное утро, я пошла на работу, я хожу на работу пешком. Был такой прекрасный, знаете, весенний день, было прохладно. Был такой легкий ветер, очень такой приятный, весенний, пахло весной, светило солнце. И вот я шла вдоль парка на работу в этом аромате, в кожаной куртке, я помню, в новых туфлях. Ну, в общем, такое было классное у меня настроение утреннее. И эта нота кожи, она просто играла великолепно. Аромат, он просто меня пленил. Дошла до работы, меня этот аромат покорил. Он покорил меня, ну, вот просто безоговорочно, без оглядки. Он настолько красивый, настолько красивый. В течение дня эти ноты кожи сменялись нотами именно Абрикос. Сначала я слышала, ну, вообще сначала ты очень хорошо чувствуешь Абрикос именно с кожи. Но потом выходит на сцену, можно так сказать, если цветы, жасмин, магнолия, вот эти белые-белые цветы, очень такие сочные, очень свежие в сочетании вот именно с этой кожаной нотой. Это просто восхитительно. Это очень стильно, это очень чисто звучит, сексуально, не побоюсь этого слова. Ну, просто, ну, аромат просто великолепный. И к концу дня я очень красиво слышу нарцисс. Вот нарцисс здесь, ну, просто, ну, король цветов какой-то выступает. Аромат стойкий, вот удивительно, стойкий, наверное, ну, один из самых стойких у меня сейчас в коллекции. Мне есть с чем сравнивать. Он реально очень стойкий. Вплоть до следующего утра, после душа, он вот все еще остается где-то, если вы там не помыли голову вечером. То есть от волос просто может пахнуть там до следующего дня, пока вы там не пойдете и не помоете голову. Потрясающий аромат. Аромат волевой. Аромат такой, знаете, брутальный. Вот он реально брутальный. Ну, наверное, надо как-то себя перебороть и попробовать его поносить. Потому что, да, из всей линейки он, конечно, самый такой отталкивающий. Вы знаете, он... Все остальные ароматы, они так или иначе, ну, они классные, они приятные, они притягательные. Там роза, там ваниль, там малинка, там еще что-то. А тут... Тут это просто вот бомба. Это такая яркая, специфическая, необычная, ни на что не похожая вот бомба. Очень-очень-очень красивая. Я очень рада, что он у меня есть. Спасибо большое за подарок. И я бы хотела бы, наверное, себе еще какой-то аромат из этой линейки. Пока не знаю какой. Мне они все так или иначе нравятся. Надо еще будет больше с ними знакомиться. Мне не очень нравится, честно говоря, ходить вообще в бутиклу и витон и там что-то пробовать. Потому что, по-моему, везде немножечко такие там работают снобы. Один раз мне повезло. Была очень такая приятная пара, молодой человек и девушка. И вот молодой человек все мне показал, все рассказал. Вот приятно. Но в основном, конечно, снобизм присутствует, к сожалению. Хотя так быть не должно. Это как бы такой же магазин, как все остальные. Пойду, пойду попробую. Мне очень нравится там набор из миниатюр по 10 миллилитров, где собраны все ароматы в такой круглой коробке. Может быть, есть смысл взять именно этот набор вместо одного флакона. Ну, не знаю. Флакон 100 миллилитров. Также у них есть флаконы 200 миллилитров. Но 200 миллилитров, я не знаю, кто вообще... Ну, как их выпить? 200 миллилитров, ну, для меня это очень много. Ну, и что касается этого аромата, он очень стойкий. Я не думаю, что нужно прям реально 200 миллилитров. На этом все. Аромат, если вот какие-то ассоциативные, приводить примеры, что он для меня. Он аромат путешествий, да. Он аромат, знаете, странствий. Аромат такой... Ну, знаете, вот раскаленной пустыни. Маракеш, базар в Маракеше. Все вот эти вот цветы, пряности, специи, сочные фрукты. Именно путешествий таких в жаркие, в жаркие, в жаркие страны. Каир. Ну, что-то такое вот в нем есть. Именно жарко. Жаркий аромат. Красивый аромат. Пишите, пишите, если вы его знаете, если он вам нравится, если он вам не нравится. Я знаю, что, скорее всего, он многим совершенно не нравится и не понравится. Но его фишка в том, что его нужно пробовать, его нужно носить и оценить его. Он заслуживает просто внимания на 200%. Аромат уникальный, на мой взгляд. Очень красивый. Очень. И все линейки, на мой взгляд, самые лучшие. Ну, в силу своей такой уникальности и непохожести и необычности. Знаете, как песни Бьорк. Ну, что-то в нем есть такое. Пишите, какие ароматы этой линейки есть у вас. Какие вам нравятся, какие вам не нравятся. Я буду еще, конечно, присматриваться к ароматам из линейки Louis Vuitton. Буду их пробовать. Может быть, когда-нибудь что-то себе и приобрету. Ну, не знаю. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Элвис... Ну, Элвис кусается. Он что-то не хочет, по-моему, говорить. Пока. Ладно. С вами была Аленка Блок. 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 Господи. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока. Пока.